Глава двадцатая. Эпилог. Вести трех ангелов. Перед тем, как я закончу эту книгу, я бы хотел сказать всем католикам, что я люблю их. И потому моя весть — это не нападки на католический народ, но разоблачение римско-католической системы как антихриста. Существует немало людей, которые имеют отношение к этой религиозной группе и являются истинными христианами. В любом случае, я не ставлю целью судить сердца этих личностей, но разоблачаю систему, в которой они совершают свое поклонение Богу, особенно в то время, когда она стремится навязать свою вавилонскую систему через новый мировой порядок. К такому времени, как это, можно привести следующий стих Писания. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». Книга Откровения, 18 глава, 5 стих. «Много раз мои собственные родители задавали мне вопрос, зачем тебе нужно писать о вере других людей? Зачем стучаться в их церкви? Поверьте, друзья, мне не доставляет удовольствия выставлять грехи вавилона. Но я считаю, что Бог уполномочил меня это сделать, потому что Антихрист пытается сесть на Божий престол и завладеть его авторитетом, а толпы людей, которые последуют за ним, в конечном итоге будут потеряны для вечности. Возможно, кто-то мне скажет, что это не любовь, а ведь ты считаешь себя христианином. Я хочу, чтобы вы навсегда запомнили следующие слова. Истинная любовь прежде всего ищет славы Богу и спасения душ. Имеющие в своем сердце такую любовь не будут скрывать истину, чтобы избавить себя от неприятных последствий откровенного разговора. Когда души находятся в опасности, слуги Божьи должны не думать о себе, а говорить то, что они обязаны сказать, не оправдывая и не преуменьшая зла. Это книга «Пророки и цари», страница 141. Когда идет война добра со злом, правды и неправды, истины и заблуждения, а на кону стоит вечная участь человека, то кто осмелится претендовать на иммунитет от критического исследования ложных религий, только потому, что он является ее частью. В конце концов, ведь в этом и заключается великая борьба между Христом и сатаной, которая стара, как этот мир. В книге Откровений, 12 глава и 7 стих написано «И произошла на небе война. Михаил, то есть Христос, и ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против них». Таким образом, великая борьба между добром и злом, которая началась на небе, когда сатана был прекрасным небесным Херувимом по имени Люцифер, продолжается на земле со времени сотворения Адама и Евы. В своих стараниях уничтожить Божий народ сатана будет использовать любого посредника, включая религиозные и политические организации, или даже ложные явления Девы Марии. Точно так же, как этот отец всякой лжи использовал змея, он использовал и египетского фараона, вавилонского царя Навуходоносора, римского царя Ирода, некоторых израильских царей, книжников и фарисеев. И сегодня он использует римское папство в достижении своих целей, развязка которых произойдет в ближайшем будущем. Поскольку римский каталицизм заразил почти все религиозные организации, а также царей и обитателей земли своими ложными доктринами, сатана готов нанести удар в любую минуту и в последний раз. На основании библейских пророчеств и разворачивающихся событий, которые с очевидностью свидетельствуют о исполнении этих пророчеств, мы максимально приблизились к окончательному исполнению пророчества о получении начертания зверя или печати Божьей, наглядно представленных в книге Откровения в 13 и 14 главах. Новый мировой порядок и его мировая религия, которая настаивает на том, чтобы каждое человеческое существо на планете поклонялось Богу в воскресный день, готовы к своему осуществлению. А готов ли Бог к этому кризису? Полностью готов! И его ответ содержится в Откровении 14 глава с 6 по 12 стихи, в трехангельской вести. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба», то есть безотлагательность распространения этой критически важной вести, который имел вечное Евангелие, одно и единственное Евангелие Священного Писания. «Чтобы благовествовать, весть должна быть услышана, живущим на земле и всякому, племени и колену, и языку и народу». И говорил он громким голосом вопрос жизни и смерти «убойтесь Бога», то есть «приведите свою жизнь в соответствии с Его заповедями и воздайте Ему славу», то есть «отразить Его характер или исполнение Его закона в своей жизни. Ибо наступил, а не наступит, час суда Его» здесь говорится о часе окончательной подотчетности для каждого человека «и поклонитесь сотворившему, а не зверю Риму или Его образу, отступившему протестантизму». Когда закон о воскресном дне войдет в силу. «Небо и землю, и море, и источники вод». Слова, содержащиеся в четвертой заповеди о субботе, другими словами «соблюдайте мой святой день». И другой ангел следовал за ним. Достаточно важная весть, достойная особого внимания. Говоря «пал, пал Вавилон». Протестантские церкви начали отвергать первую ангельскую весть ради сохранения вавилонских традиций. Город великий, потому что он яростным вином блуда, духовный блуд своего, напоил наравне с другими доктринами, они выпили ложную доктрину о святости воскресного дня и бессмертии души. Все народы, то есть весь мир. И третий ангел последовал за ними. Подкрепляя первые две вести ангелов с самым ужасным предостережением Библии. Говоря громким голосом, самое важное сообщение. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание воскресенье, заповедь человеческая, начало свое, он верит в нее, или на руку свою, он покорно соглашается с ней, тот будет пить вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучим в огне и сере, вечный огонь поглотит нечестивых, и последствия уничтожения будут вечными и окончательными. Смотрите книгу пророка Малахи, 4 глава, 1 и 3 стихи, а также книгу Иуды, 7 глава. «Пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков». В греческом языке слово «веков» — неопределенный период времени, который может заключать в себе как момент времени, так и пространный период времени, в зависимости от обсуждаемых элементов. Нечестивые наказаны в соответствии со своими поступками, и очевидно то, что продолжительность наказания у всех будет разная. Сатана будет страдать дольше всех, однако все нечестивые будут полностью уничтожены. Смотрите, пожалуйста, книгу Откровения, 20 глава, с 12 по 14 стихи, а также второе послание фессалоникийцам, 1 глава, 8 и 9 стихи, и снова книга Малахи, 4 глава, 1 и 3 стихи. «И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, а не Рима, и веру Иисуса, ибо только через веру Христа и посредством Его благодати мы можем соблюдать Его заповеди». Самая торжественная весть во всей Библии — это трехангельская весть, поскольку она является последним предупреждением миру перед тем, как раз и навсегда закончится время благодати. На самом деле, пророчество из книги Откровения. Можно без труда понять, когда вы узнаете, что означают знаки и символы. Я вспоминаю, как первый раз читал трехангельскую весть, получив для этого от Бога мудрость и понимание. Я не только влюбился в нее, но и захотел поделиться ею со всем миром. И я молюсь о том, чтобы и у вас появилось такое желание, потому что это весть спасения. Поделитесь этой книгой с кем сможете. Пошлите ее вашим друзьям и вашей семье, а может быть и целому городу, но сделайте это прямо сейчас. И Бог обильно вознаградит вас за это. Он оставил для вас обещание. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Книга Откровения, 1 глава, 3 стих. Пусть милость всемогущего прибудет со всеми вами, братья и сестры. И помните, что вам нечего бояться, ибо Бог – Господь воинств, и Его истина в конечном итоге восторжествует. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба. Это четвертый ангел присоединяется к трем ангелам из книги Откровений, 14 глава, с 6 по 12 стихи. Чтобы наделить их весть большей силой и имеющего власть великую, земля осветилась от славы Его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, пал, пал Вавилон, великая блудница. Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Прав ли здесь Бог, так негативно выражаясь о мировом религиозном синдикате, который отвергает последнее небесное предостережение милости, трехангельскую весть, который угрожает жизни тем, кто верно несет последнее Божье предостережение посредством могущественной силы Святого Духа, и который добровольно покоряется власти тьмы в форме спиритизма? Если его работа ведется под религиозной личиной, то означает ли это, что он законно заслуживает иммунитет от разоблачения лжи посредством истины Божьего Слова? Или, может быть, законы, которые сейчас тайно создаются для запрета на нападки на другие религиозные верования, на самом деле являются изобретениями отца лжи, созданными для того, чтобы не допустить разоблачения его искусных обольщений и ужасных личин, которые он надевает для того, чтобы уводить бесчисленное количество людей в погибель. И услышал я иной голос с неба говорящий, «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Разве не согревает сердце мысль о том, что перед тем, как окончится время испытания, и зальются семь последних язв, Бог совершит свою последнюю попытку спасти своих истинных последователей в великой борьбе между Христом и сатаной. Бог действительно заботится о своих детях. Ни одна искренняя душа не будет потеряна. Слава Богу, с начала и до конца великая борьба была прежде всего духовной борьбой, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаши, в которой она приготовила вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею», потому что весь мир был ее троном, однако в скором времени нечестивый мир обратится против нее, потому что поймет, что стал жертвой ее обольщений. «Я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Книга Откровения, 18 глава, первые восемь текстов.